Молодежный совет был организован в октябре 2011 года. С этого времени инициативные и не безразличные к жизни города школьники и студенты стали воплощать свои идеи в жизнь. Так появились многие интересные воспитательные программы, как, например, игра «Что, где, когда», военно-спортивный проект «Алая заря», проект по содействию предпринимателям, соревнования по боулингу и танцевальные флешмобы. Какие еще интересные события можно проводить на курорте, представители молодежного совета еженедельно обсуждают в ходе заседаний. На этих встречах мы обсуждаем наши планы, отчитываемся о проведенной работе за год, а также представляем некоторые свои проекты, которые мы еще планируем провести. Также мы утверждаем состав совета и представляем как новых членов совета, так и новых председателя и заместителя председателя совета. Так накануне были представлены 10 новых участников молодежного совета. Они принимали активное участие в различных мероприятиях, субботниках и предлагали свои идеи. Выбран был и председатель. Из двух кандидатур выбрать лучшего было трудно, тем не менее руководителям ровно на год был избран молодой предприниматель Павел Туров, в планах у которого немало свежих и нужных городу идей. Мне приятно, что у нас столько инициативных, неравнодушных, искренних, желающих участвовать в городской жизни, помогать нам. И думаю, что все это у вас получится. Справимся со всеми поставленными задачами. Мы скоро замечательно проведем «Формулу-1», потом мы обязательно хоровые игры проведем. У нас авиашоу будет в следующем году. Впереди у нас с вами большая работа. Я думаю, что вы мне будете подсказывать, что необходимо для молодежной среды делать. Что нужно делать? Это нужно делать откровенно, правду говорить, потому что мне нужна правда. Там уже хорошая, она плохая. Если что-то неправильно делается в городе, в молодежной политике, надо об этом сказать. Мы подправимся, мы обязательно сделаем так, как это нужно. Обсудили и предложение Анатолия Пахомова об активном трудоустройстве молодежи. Занятость молодого поколения – один из главных вопросов, над которым мэр работает уже несколько лет. Штат престижных компаний уже пополнили сотни выпускников сочинских вузов и желающих трудоустроиться еще немало. Собрать вместе работодателей и соискателей мэр решил уже в ближайшее время.